Добрый день. Сегодня на небе очень много таких интересных значимых событий. Давайте рассмотрим. Во-первых, Солнце уже перешло в знак Стрелец, и это вносит изменения уже всех знаков Зодиака. Меркурий в интересном позиции, в таком соединении в точном с Сатурном, и в достаточно напряженную позицию к Урану входит Марс. Рассмотрим, как это будет влиять на все знаки Зодиака. Луна сегодня движется по Водолею, поэтому предлагаю начать со знака Водолей. Сегодня у Водолеев может быть немножко неспокойное утро, потому что Луна там будет формировать несколько напряженных аспектов. Однако завтра уже ситуация полностью изменится. Луна будет в хороших аспектах к Марсу, то есть какие-то интересные новые начинания вас могут ожидать. Знак Рыбы. Рыбам в ближайший месяц, пока Солнце будет двигаться по знаку Стрелец, рекомендую быть более внимательным со своим здоровьем. Одевайтесь теплей и все будет хорошо. 27-28 числа, пока Луна будет идти по вашему знаку с хорошими аспектами, вполне возможно что-то интересненькое в эмоциональном формате у вас будет. Знак Овен. Замечательно то, что Солнце перешло в Стрелец, прежде всего для знака Овен. То есть месяц будет у вас какой-то такой на хорошей позитивной волне пройдет. Мало того, 28 числа в вашем знаке 28-29 будет Луна, и это еще и какие-то приятные эмоции вам принесет. Но положение Марса, о котором я говорил в начале, его оппозиция к Урану, прежде всего Овнам, Весам, Козерогам и Ракам, рекомендую повышенная осторожность, внимательность с любыми марсовскими проявлениями. На дорогах, в спортзале и старайтесь, если у вас будут возникать вспышки агрессии, ну как-то их контролировать. Телец. Сегодня в связи с движением Луны ситуация и завтра может быть такая вот слегка напряженная у знака Телец. Но тем не менее замечательно, что наконец Солнце вышло из-за позиции к вашему знаку, то есть сейчас у вас будет более и более симпатично. Скоро еще и Венера перейдет в другой знак и многие вопросы начнут налаживаться. Сейчас такая немножко может быть сложная ситуация. Близнецы. Сегодня и завтра Луна симпатичный аспект делает знаку Близнецы. Рекомендуется Близнецам быть более внимательным 26-27. Эмоции будут не всегда подконтрольным. Мало того, Солнце сейчас в оппозиции к вам, поэтому так же как и Рыбам я бы рекомендовал быть повнимательнее со своим здоровьем. Не перегружать себя и одеваться потеплее. Рак. Сегодня так себе, а вот 26-27 с переходом Луны в знак Рыбы ситуация у Рака может быть какая-то очень даже симпатичная. Так что начало следующей недели можете себе какие-то важные моменты назначить. Пока Венера идет по знаку Скорпион, рекомендую Ракам больше, более интенсивно обратить внимание на какие-то движения, связанные с деньгами. Потом тоже будет ничего, но сейчас период более благоприятный. Лев. Сегодня Луна в оппозиции к знаку Лев, поэтому сегодня и завтра Львы могут быть немножко так это в волнительном состоянии. Но тем не менее, очень хорошо, что наконец Солнце уже вышло из Скорпиона и перешло в Стрелец. А совсем скоро туда же войдет Венера и еще и финансовые потоки расширятся в вашей реальности. Дева. Волнительные дни. Ожидаются у Дев 26 и 27, когда Луна будет в оппозиции. Пока Солнце движется по Стрельцу, тоже рекомендую Девам как-то внимательность и осторожность. То есть, будьте весь этот период, это еще где-то недели три, более внимательными, более осторожными, прежде всего в здоровье и как бы это выразиться в своей реализации. Весы. Сегодня и завтра Луна нарисует весам такие достаточно симпатичные сюжеты. Далее достаточно нейтрально и рекомендую внимательность весам 28 и 29 числа. Луна будет в оппозиции к вашему знаку, еще и усилит аспект к Марсу, поэтому 28 и 29 не рекомендовал бы назначать какие-то серьезные, важные дела. Потом. Скорпион. Если вы будете сегодня немножко терпеливы, то вот буквально воскресенье и понедельник в вашей реальности будет замечательно. То есть, сегодня они немножко более сдержаны в своих проявлениях, потом Луна переходит в рыбы, последовательно дает симпатичные аспекты к вашему знаку и что-то такое очень хорошенькое. То есть, суббота, воскресенье, нет, воскресенье, понедельник, вот рекомендую вам какие-то важные дела, важные встречи наметить именно на этот период. Стрелец. В ваш знак вошло Солнце, там же Меркурий с Сатурном, то есть, вы сейчас будете такие достаточно энергичные, достаточно сильные. Единственное, рекомендовал бы быть осторожным со своими эмоциями Стрельца в районе 26-27 ноября. Луна будет в таком не лучшем для вас положении. Козерог. Переход Солнца особой погоды козерогам не делает, тем не менее, ситуация по-прежнему хорошая для козерогов со стороны Юпитера. Вот этот аспект, который я говорил, Марс-Уран может затрагивать козерогам, то есть, будьте очень внимательны, прежде всего, именно вот в движениях. Машины, спорт и все такое прочее. Рекомендовал бы козерогам воздержаться в этот период от каких-то, ну, таких серьезных поездок. Симпатичная ситуация у козерога будет 26-27. И, возможно, напряжение 28-29, то есть, 28-29 будьте более внимательным. Вот примерно такая ситуация. Еще раз напомню, положение Марс-Уран рекомендуют всем знаком Зодиака быть более внимательными на транспорте, в спортивных каких-то моментах, даже элементарных. Будьте аккуратны, когда вы дома режете хлеб, потому что Марс – это еще и нож. Желаю всем удачи. До новых встреч. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова